Путин объявил о прекращении мобилизации, а также Кадыров вышел против Путина. Не знаем, узнаем, смотрим. Путин заявил о завершении мобилизации в РФ. Кадыров против. 12 стран предоставят Украине энергетическое оборудование. КНДР обвинила США в подготовке к ядерной войне. Олег Тиньков отказывается от гражданства РФ. Главные новости на утро, 1 ноября. Информируем о том, что важно. Ночью армия РФ атаковала шахедами Полтавскую и Днепропетровскую области. Над каждой сбили по три дрона. Ракетами С-300 был атакован Николаев. Есть прилеты по жилым кварталам. 12 стран предоставят Украине помощь в виде энергетического оборудования для восстановления энергосистемы, заявил глава МИД Кулеба. Речь идет о почти тысяче единиц оборудования от Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. Путин объявил о завершении мобилизации в РФ. Однако без официального указа. Лидер Чечни Кадыров, наоборот, объявил о продолжении мобилизации. В ближайшее время в Чечне начнут раздавать повестки. А основатель ЧВК Вагнера Пригожин обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в России. Более того, он комплементарно отозвался о президенте Зеленском. Молдова объявила персоной Нонграта сотрудника посольства РФ после падения фрагментов российской ракеты на территорию страны. Он должен будет покинуть территорию Молдовы. О ком именно идет речь, не уточняется. Северная Корея обвинила США в подготовке к ядерной войне. Об этом заявили в МИД КНДР. Там также отметили, военные учения США и Южной Кореи имеют настолько, цитата, «четкий агрессивный характер, как нигде в мире». Ранее США, Япония и Южная Корея заявили, КНДР может в ближайшее время возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года. В связи с этим предупредили, ответные меры будут беспрецедентными. Основатель Тинькофф Банка Олег Тинькофф сообщил о решении отказаться от российского гражданства, сообщает Форбс. По информации издания, это пятый бизнесмен из числа бывших и действующих участников списка Форбс, отказавшийся от российского гражданства в этом году. И напомним главные новости понедельника. Накануне стало известно, что армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами без света 7 регионов. Еврокомиссия предоставила еще 100 миллионов евро в поддержку украинских беженцев. В Европу направилась ударная группа ВМС США. В Украине планируют создать публичные точки Wi-Fi. Это главные новости утра вторника. Подпишись на канал и оставь свой комментарий под видео. Субтитры делал DimaTorzok